Вчера была интересная экскурсия по этому поместью. Рублевка. Просто провал. Вот почему. Здесь под нами 15 уровней ходов бывшей разработки Мрамора. Ну что, полетай не нужно. Все будет хорошо. В крайнем случае нет. Ну что, друзья. 9 утра. И мы в Porsche Center на Приморске. Сегодня берем машины, выдвигаемся в сторону Карелии. Нам нужно будет проехать 300 километров, и мы окажемся в сказочном лесу. Я никогда не был в Карелии, и идея прокатиться по ней на машине мне оказалась очень классной. Тем более Porsche все-таки классная марка. Она, кстати, не моя. Я не езжу на Porsche. Но, возможно, что-то поменяется после того, как мы проведем вместе эти два дня. Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Очень приятно. Александр. Расскажите, что за тур? Откуда такая идея, и для чего это было сделано? Идея, скажем, не нова. Автомобильные путешествия, они были всегда популярны, всегда актуальны. С прошлого года этот проект существует в России. Мы за прошедший год, 2020, освоили несколько регионов. Мы были на Кольском полуострове, мы были в Карелии неоднократно, мы были на Алтае, были в Краснодарском крае. А скажите, Porsche, Cayenne – проходимые машины? Машина уникальна, на самом деле, по своим свойствам. Почему? Потому что вы сможете убедиться в этом и сегодня, и завтра. Она прекрасно себя ведет как на дорогах с твердым покрытием, так и вне этих дорог. Ни одна из наших машин нас не подвела. Мы уверены, мы очень рады, что мы на Кольском полуострове. Я надеюсь, что в будущем вы сможете попробовать еще другие модели Porsche. Что это такое? Так, пока непонятно. Ого! Машинка, у меня будет машинка. И еще. Миша, надо это снять. Оригинальные запасные части Porsche. Посмотрим, что это такое. Смотри, как интересно. Так, ржавчина. Болтик, гаечки. Так. Оригинально. Я только что съел болт. Какая силича, оказывается. Итак, на самом деле, эта идея принадлежит Диме. Дима сказал, что давайте поедем на Porsche Tour. И почему? Откуда ты узнал, вообще, сам? От Жени. От Жени. Так, все меняется. Это идея Жени. Мы с Димой эту идею нашли уже много лет назад. Мы хотели в Африку поехать на Porsche. То есть есть такая тема? Да. По всему миру? Да, по всему миру. Бразилия, Южная Америка, Бразилия, Чили, там у них тур. Я представляю, Porsche, красивый портунь в Африке. Носороги, бегемоты. Десятидневные туры, там по тысяче километров в день они гоняют на тачках. Какие ожидания от сегодняшней поездки? Ожидания, релакс, спокойствие. Вкусная еда и шикарная природа в Карелии. Просто невероятно. Там будут шикарные озера. Ну, просто там увидишь, там будет все очень-очень круто. Погнали. 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 Прикнуть всех привезной земли. Мы начинаем движение. Погнали. 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 Давайте придумаем название машины. Машины у нас будут под номерами. 1, 2, 3, 4. Никакого творчества. Ну что, прошло часа два, как мы едем по трассе. Погода очень плохая. Плохая видимость. Идет какой-то снег. Все из-под колес летит. Вообще у природы нет плохой погоды, и это так и есть. По поводу машины. Машина стабильная, все нормально ездит, но я не могу об этом не сказать. Я недавно купил себе BMW X6, 400 лошадей, M-пакет и Porsche по сравнению с BMW. Просто какая-то очень медленная машинка. Вот смотрите, что делали. Я хочу резко ускориться. Например, мне нужно резко обогнать. Я давлю педаль в пол. Прошло 3 секунды, пока она едет. Понимаете? Она не едет. Она не стартует. У BMW вообще нет такой темы. Там как на жесткой сцепке. То есть ты педальку нажимаешь, и тут же ускоряется. И здесь, смотрите, вот еще раз. Раз. Нажимаю. Раз, два. Только сейчас поехала. Вот ты чувствуешь это, да? Смотри, вот-вот. Ой, она не сразу, она просто не едет. У меня уже обогнали 150 тысяч раз, пока она собирается поехать. Вообще провал. Ребята, ну, не знаю, ставим это в выпуск или нет. Но BMW, конечно, тоже очень хорошая машина. Надо устроить тур на BMW. Возможно, да. Если меня слышат бмвисты, то давайте, может быть, соберемся и сделаем BMW тур. Может быть, он и существует. Я не в курсе. Пишите в комментариях. Карелия. Жемчужина русского севера. Экологически чистый край, покрытый хвойными лесами, озерами, реками и скалами. Наша первая остановка в самом сердце Карелии. Недалеко от города Сартовала. Поселок Неймель-Янхови. Сейчас Ладожская усадьба – это четырехзвездочный современный парк-отель. Прогуливаясь по усадьбе, думаешь, что находишься в маленькой финской деревне. Зимой в усадьбе есть разные виды отдыха. Это прогулки по Ладоге на Айросанях и поездки на снегоходах на Валаам. А также у этого места многолетняя история. Архитектура частично сохранилась аж с 1892 года. Наша история о Ладожской усадьбе, она начинается с 1811 года, когда война с Наполеоном закончится, то Александр I присоединит эту территорию к Российской империи. Она будет называться Великое княжество Финляндское, но в составе Российской империи. Вот в этот период на нашу территорию заедет 25 финских купеческих семей. Северная война закончится, и Петр I здесь оставит шведские законы. Но после войны здесь останется 32 человека в живых. И вот по шведским законам эта территория имела право торговать, только в том случае она выгодна для торговли, если эта территория носит статус города. Ну 32 человека, это понятно, что такое захолустное место. И поэтому они идут на такой прием, они дают очень хорошие льготы по налогам, что сюда и привлекет финские купеческие семьи. Особая экономическая зона. НДС отменили, упрощенку продлили, измененку внедрили. Из 25 финских купеческих семей одна из семей будет семья Нисинина. Они будут сами строить пароходы и вести торговлю. Они будут возить в Питер, продавать пушнину, строительный камень. На этом деле понятно, что очень хорошо поднимутся. В 1990 году городу Сартовало будет придан статус исторический город, и Министерство Республики Карелия, проезжая, будет составлять реестр памятников. Вот в этот реестр войдут все здания, которые находятся на нашей территории. Поэтому, когда вы гуляете по нашей территории, вы видите так, как это было 150 лет назад. То есть, если это исторический памятник, да, мы его внешний вид, его не имеем права менять. А вот эти камни, это сделали уже в наше время? Нет. Вот так они строили финны. Вообще, знаете, что... Почему финны строили нормальные 200 лет назад, а русские в 2021 году такое уборство строили? Потому что у меня, вот изучая историю Оскара Несинина, сложилось мнение, что мы как общество деградируем, а не развиваемся. Где-то ДНК там поломался. Все времена строили очень хорошо. И это сохранилось на сотни лет. Потом, когда приходит советская власть, приходят русские люди, начинают строить из говна и палок. Почему, вообще непонятно. Но вот женщина говорит, что считает, что идет деградация населения. И то, что мы видим в деревнях наших строят ужасно. До этого строили отвратительно. Сейчас появился пластик, металл, синие заборы, красные крыши. В общем, все только хуже. Как в песне про Питер. С каждым годом все некрасивее. Утопают солнце и снега. А мы сейчас смотрим, как строили раньше. Представляете, вот эти гранитные кабанчики, как мы их называем. То есть это камень на проем всего окна. Он по весу составляет приблизительно где-то полторы-две тонны. Это я про то, что мы развиваемся или деградируем. Вот этот кирпич, который вы видите, здесь недалеко есть. У них был поселок Уканиеми, где они добывали голубую глину, они построят кирпичный завод и будут выпускать кирпич. Вот этому кирпичу 150 лет. На самом деле, здесь раньше держали скотину. То есть даже для скотины финны строили очень хорошее здание. Были люди в наше время. На стеночке у нас висят газеты. Вы можете даже выпуск газеты посмотреть. Это еще довоенное время. И именно в этой финской газете было написано расписание прохода Оскара Несина, на котором они возили местное население в город Цартовала, Навалам и в Санкт-Петербург. Вот это здание стоит. Это вот сама, да, усадьба. Не отреставрированная почему-то. Планировалась реставрация у нас в январе 2020 года. Но вот у нас, говорят, если живы будем, и Господь позволит, но у нас здесь раз и коронавирус пришел. Что интересно, опять же, как хорошо строили зданию, которое сзади меня 118 лет. Оно до сих пор стоит и требует, конечно, реставрации, но ему 118 лет. Это капец. Знаете, на самом деле, вся мудрость, она в Библии. И там сказано, что что посеешь, то пожнешь. Когда они в 18-м году отделятся, Финляндия, то они будут этого принципа придерживаться. 25 финских купеческих семей, которые будут вот это выстраивать, на которых до сих пор мы как бы все сортовала, пользуемся их вот тем, что они сделали. Воскресенье сделало больше, чем... Они, дело в том, что настолько были благотворительные, они стали вкладывать, на самом деле, свои финансы и в культуру, и в образование. Поэтому на тот момент Финляндия по качеству жизни в Российской империи вышла на первое место. Пока финны были. Я думаю, что это не от национальности зависит. От чего? Я на самом деле думаю, или это было какое-то потрясающее время, да, я думаю, что все-таки то, что они по заповедям жили. Сейчас у нас по программе баня на дровах. Дальше можно будет прыгнуть вон ту купель и искупаться вон там, вон есть такая бочка классическая. Сейчас было очень жарко. Просто максимально. Мне кажется, что вода это для спасения. Мы посмотрим. Будет холодно, наверное. А мы же мужики. Идущий на смерть приветствует тебя, император. Японский четвертый. По скидке. Блада, Латвичский озер. Самое большое озеро. Самая большая глубина 260 метров. Представляете себе? Только что на море. Да. Как в русской сказке, знаете, в мертвую воду и потом в животворяющую. Ну что, Михаил, как вам баня? Баня? Последнее время я начал любить баню. Ну, это невероятно, когда поры расширяются, поры сужаются. Когда есть хорошие банщики, когда вот такие парильщики, да, они обижаются, что банщики. Когда есть хорошие парильщики, когда есть такая кухня, когда есть вот дубочка. Замечательно. Когда есть компания, неважно тебе, да, я так понимаю? Да, извиняюсь, да. Давай заново себе эпизом. Нет, это мы уже не понимаем. Нарежем, нарежем, даже согласен. На самом деле важна компания, неважно где-то. А если... Давай по новой, Миша. Баня обалденная. А еще и в такой компании вот с нашими благоградскими предпринимателями, это вообще самое лучшее. А еще когда добавляются процедуры, традиции, место, энергетические, ценные, воздух. И наша земля, русская. Русская земля, которая была финская, стала русской. Мы ломали, а не чинили. Ну, говорите, фигни, да? Все, мужчины, хорошего отдыха. Дмитрий Титьков. Ну что, да? Надо не считать, не знаю, что в восемь полдевятого. Сегодня. Да, в полдесятого я понимаю, что у тебя там полно никто даже не собирается вставать. Я думаю, из-за такой погоды никто никуда не торопится здесь. То есть место такое порелаксировать, поотдыхать, но так, чтобы здесь долго жить, наверное, движение пригодится. Гритма нет, нет, гритма. Пушеки нет. Ну что, мы сегодня хотели покататься по озеру на вентиляторе. Да. Хотели вчера на квадроциклах, не получилось. Да. Сегодня будем... Сегодня будем наверстывать все. Не квадроциклы, а снегоходы. Сегодня будут. Тем более. Ну что, давай, я зарядку начинаю делать. Ну что, поехали дальше. Вчера была интересная экскурсия по этому поместью. Оказалось, что оно основано очень давно финской семьей Оскара Ниссинина. Вот. Потом мы в какое-то время сюда переехали 25 семей из Финляндии. Они были очень работящими. У финнов есть даже такое понятие, как не емеля. То есть в русских сказках емеля, у финнов не емеля. Не емеля это тот, который всегда работает, не ленится. Полная противоположность. Нам эта история очень понравилась. Потом оказалось, что все, что здесь создали, когда-то, это финны. Даже при отступлении наши войска подожгли вот это красивое здание, в котором раньше проводились балы. И даже из Франции выписывались учителя. Афины, бросив оружие, начали тушить это поместье. И каждый раз, когда наши заходили и уходили, оставляли после себя ад. И последний раз, когда ремонтировалось вообще это поместье, там есть на балочке бетонной. 1939 год, по-моему. В общем, не емеля, ребята, запомните. Вообще, мне очень не нравится, когда снимают русские сказки и показывают Иванушку-дурачка. Или вот последний фильм про богатыря нашего русского. Как он назывался? А я не смотрел. Короче, там наш главный герой всегда раздолбай, не умеет воевать, лентяй. И в конце, в самом конце фильма, там вдруг получается у него там несколько секунд чего-то. И он выигрывает злого демона. Мне вообще непонятно, почему такая культура прям прививается. Почему у нас Иваночка все дурачок, почему не показать человека дело. Ну вот предприниматели в России, это обязательно какие-то спекулянты, обязательно какие-то, не знаю, обманщики. Вот что за фигня, ей же не имели, человек, дело. Короче, это памятник просто предпринимательству, который был сделан много лет назад. Поместье, слава богу, восстановлено. Находится в идеальнейшем, очень красивом месте. И спасибо на этом. В общем, есть у меня одна тут мысль. Я бывал в Финляндии, был в Норвегии. Буквально отсюда 30 километров начинается другая страна. И насколько большой контраст. Я всегда езжу и размышляю, почему вот у нас отвратительные домики, покосившиеся заборы. Если новые дома, то заборы будут синий, красный, зеленый. Кошмар, полное безвкусие. А старинный дом могут обшить частично пластиком, силикатным белым кирпичом. То есть вообще ноль представления о красоте, о каком-то дизайне, о гармонии. Ну, можно сказать, что деревенские ребята, а что с них возьмешь? Но если поехать в Финляндию, которая через 30 километров, то увидите совершенно другую картину. Домик очень красиво вписан в деревья, в ландшафт. Никто ничего не вырубает. Заборы не ставят. При этом отличнейшие дороги. На каждом полуостровке, островке, деревушке есть автобус, который собирает детей в школу. Все очень красиво и живописно. Мы часто бегали там, очень много животных. Постоянно встречаешь оленей, косуль. Смотришь, какая-нибудь беседочка красивая стоит на берегу обрыва, там внизу река. Просто красивая беседочка. Кто-то синфс сделал ее для всех. Она не огорожена. Любой может прийти, путник уставший, и посидеть. Почему такой контраст? Деградация? Почему в наших русских деревнях все сделано буквально еще там 50 лет назад? Мазанка. Это такие речки. Потом внутрь затирается глина, помет коровий и солома, по-моему. Мои родители, они жили в таких домах. При этом в это же время и еще раньше в Европе были каменщики. Один раз сделай дом из камня, и он будет стоять несколько сотен лет. А тот дом, в котором жила моя мама, он старый, покосившийся деревянный дом. Причем там еще живут какие-то люди. У них очень низкие такие проходы в дверях. Они нужно проходить и нагинаться. Дом просто уже просел. И, самое интересное, они к старинному деревянному дому, которому, не знаю, там больше ста лет, пристроили беседочку, прихожей. Как думаете, из чего? Из сайдинга белого. Полная безкурса. Просто права. Вот почему. Вот, Михаил, почему? Скажи. Скорее всего, потому что люди живут в деревнях, в своих селах, не выбираются никуда, не видят ничего, не сравнивают, не знают просто, как лучше, что можно жить лучше. Вот, блядь, вот о чем я говорю. Сортовало. Финны бы никогда не построили такой ужасный дом. Просто такой отвратительный дом. Просто финны, который бы построил дом из блоков, просто выгнали бы из деревни. Посмотрите, вот классика наша. С масла и смазки, шиномонтаж. А это древний финский город Сортовало, ведь это регион. А вот здание, например, советского, советского периода. Вот, полюбуйтесь на него. Бля, я был в Финляндии, не строят такие ужасные дома просто, но не знаю, что это, кто это вообще. Кто заразил страну, блядь? Таким... ...бескусим. Город отвратительный. Я не могу без слез смотреть на памятники архитектуры и тут же безвкусные советские здания и тут же современные постройки из пластики. Ты еще в череповце не помеш. Рублевка. Шнур очень хорошо написал текст песни про эту ситуацию. Много городов у нас в России, нету пальцев столько на ногах. С каждым годом все некрасивее утопает солнце и снегав. Опять снегав. Гаш. У нас второй день путешествия, и мы отправляемся в горный природный парк Русский Алла. А там... Не знаю, что там будет. Ну, там будет красиво. Ну, ладно. Скрываем машины, глушим. И одеваемся тепло, будет холодно. Мы сейчас пойдем в подземные пещеры. Они очень красиво подсвечиваются. И давайте послушаем, откуда они взялись. Как обычно, экскурсовод ведет свою программу и не отвечает на наши вопросы. Абсолютно. Потому что это не по программе. И еще, как обычно, мы узнали, что финны разрабатывали карьеру 30 лет, а русские взяли его и засыпали. На вопрос, а почему сейчас не разрабатывают, я расскажу потом. Надеюсь, она расскажет. В целом, карьер Русский Алла – это памятник природы и горного дела. Разрабатывать мраморные месторождения начали с 1765 года, при Екатерине II. Весь карьер пронизан сетью бесчисленных штолен и подземных проходов. По примерным подсчетам, их суммарная длина составляет почти 2 километра. На месторождении было заложено 5 карьеров, на которых с помощью бурения и закладки пороховых зарядов добывался мрамор. Изначально на добыче камня было занято до 500 человек местного населения. Кстати, добычу мрамора не останавливали даже морозы. В глубоких пещерах зимой образуются ледовые сталактиты и сталагмиты. Подсветка делает их сказочно красивыми. После того, как финны в самом начале Советско-финской войны в 1939 году затопили карьер, его заполнили подземные воды. С тех пор разработка мрамора была остановлена. Уникальная пещера. Я думаю, вы посмотрели картинки. Красивые. Но обнаружилось, что здесь под нами 15 уровней ходов, бывшие разработки мрамора. И возникла такая мысль, мы же все предприниматели, креативщики, можно было бы сделать первый в мире подземный отель, в котором ты можешь отдавать комнату. Дальше здесь раньше был каток. Представляете, подземный каток подсветить, сделать музычку. И был бы первый в мире подземный каток с гостиницей. У тебя своя пещера на эту ночь. Было бы очень круто. Итак, мы находимся в очередной штольне. Мы на втором уровне. Дальше идет вертикальный канал на третий, четвертый и пятый уровне. То есть под нами разделенная сеть вот таких шахт. И, естественно, мы бы что подумали. Здесь можно было бы сделать Диснейленд под землей. Играли, наверное, в 5D разные такие картинки, когда одеваешь очки, садишься в кресло и попадаешь в мир подземный. Представляете себе, здесь можно было бы сделать реальный подземный мир. На вагонетке спускаешься и по разветвленным шахтам путешествуешь под землей. Все было бы круто, если бы насосы работали, которые финны когда-то здесь устанавливали. Насосы откачивали в воду, и все пять уровней были сухими. Сейчас насосов нет, как необычно. Ну что, полетай немножечко. Я знаю, вон Миша, оператор, сильно боится. Аж руки трясутся. Ну надо. Все побежали. Не, я, я, я. Обмануть такси. Ну что, высоты я особо-то не боюсь. Поэтому все пройдет нормально. Но на всякий случай у меня будет вот такой парашют. И падение, он должен смягчить посадку. Пишите в комментариях, поможет ли мне этот размерчик. Как говорит Эд Халилов, все будет хорошо. В крайнем случае нет. Теперь моя очередь, а мне секретно так маленько так-то. Все, полетел, Мишаня. Дело в том, что наш оператор очень боится высоты. Поэтому он сейчас едет и кричит. Давайте посмотрим, как это происходит. Ну что, у нас продолжается путешествие по парку Рускеала. Оказалось, очень классный парк. Нужно сюда еще раз вернуться. Я думаю, весной, летом, осенью. А сейчас у нас снегоходы. Погоняем по этим классным местам. Погоняем по этим классным местам. Погоняем по этим классным местам. Как впечатление? Ну что, классная техника, но очень опасная. Прямо не полностью контролируешь движение свои. Ну и что, мы катались немножко. Это вот блогерская тема, конечно, снимали больше, чем катались. Ну а что пойдет? Ну что, мы пока передвигаемся на обед. По очень плохой погоде грязная дорога. Какой-то идет дождь, скользкая дорога. Расскажу вам про свое желание. Хочу поехать на выживание в тайгу. Но не просто летом, а зимой. Зимнее выживание. То есть, скорее всего, мы будем форсировать большие расстояния по снегу. Проблема в том, что, когда идешь зимой, тебе внутри жарко, снаружи холодно. И когда начинаешь запотевать, это очень опасно. Можно заболеть. Хотя, мне кажется, заболеть невозможно на природе, потому что все ресурсы организма максимально активизированы, собраны. Скорее всего, будем форсировать водные преграды. Сделаем баню, наверное, из костра камней. Будем ночевать в снежных мешках. Я примерно такое видел. То есть, можно жить зимой в лесу несколько дней. Ален, запиши мне, пожалуйста, на выживание тайга зимой. Где-то в конце фироля по март. Конечно, сейчас. Я сейчас запишу им, тогда все узнаю и отпишусь, хорошо? Мне Амюр буквально не дал несколько дней. Я говорил, что он записался, он тоже будет. А я что-то сомневался. Сейчас понял, что надо обязательно. Все, сообщи, пожалуйста. Все, хорошо. Да, все сделаю. Спасибо. Можик сказал, мужик сделал. В завершении Порш-туры и приключений в Карелии мы отправились на форелевую ферму при Ладожье, где в приятной компании ели вкусную форель и обменивались впечатлениями о туре. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо за просмотр и скоро увидимся вновь на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...